Вот, об этом можно говорить часами, и днями, и ночами, но мы с вами читаем очень интересную, потрясающую книгу «Исход». Обратите внимание сейчас на слайды, я пока открою библию, вы тоже включаете телефон, открываете библию. Кстати говоря, прошлое изучение, выложенное в интернет, стало просто хитом просмотров, быстро набрав шестьдесят семь просмотров. Это небывалое что-то, я смотрю, там, предыдущие какие-то выложенные пропади, ну там, двадцать шесть, ну там, тридцать, где-то тут разворачиваются. На самом деле, здорово, потому что вы можете его по-прежнему посмотреть, оно в YouTube лежит, и в Facebook у меня, и в ВКонтакте лежит. И в конце этого изучения я вставил короткий ролик, который мы показывали в прошлый раз, по поводу археологических, исторических исследований. Итак. Для тех, кто любит забивать голову всякой ненужной информацией, небольшая перспектива по поводу вообще книги «Исход». Ну, книга «Исход» имеет название «Вульгатия, эксодес», или по-английски тоже так же «Исход» в переводе. Но в еврейском языке всякая книга, пяти книжек, любая книга, она называется по первым словам. Но смысл этой книги в чем? Живет израильский народ, четыреста лет тридцать в Египте, потом приходит Моисей из Мудяма, 80-летний, и путем казней Бог через Моисея вводит евреев из Египта. Вот они вышли из Египта, Египет слева, на запад, первая стоянка евреев, вышедших после последней казни смерти первенцев ночью, да? Пасхи, пасхали ночью. Они становятся в Сакхофе, потом идут в Синайске, на Синайске пилотров, пересекают его, и потом вдруг Бог говорит «Стоять!» Теперь поворачивайте назад. Не вообще назад в Египте, а обратитесь в противоположную сторону от того направления, куда вы шли до этого. Куда же евреи-то? По направлению куда? Кто знает, где Ханан находится? Ну, смотрите, там подсказка «Земля Хананская наверху, ближе к правому углу». Вот, обратите внимание, что Бог говорит «Не хочу, чтобы они шли через землю филистинскую коротким путем, потому что они увидят войну и испугаются, потому что там стояли посты военные, египетские и филистинские, там полно военных было. А евреи-то, невооруженные, с детьми, с обозом, со скотом, куда они? То есть против армии, правда? И они пошли далекой дорогой. Причем Бог в какой-то момент делает совершенно нелогичное повеление, говорит «Вернитесь». И они идут вниз на юг и пересекают Ямсуф, по-еврейски это значит Красное море, в том месте, о котором мы в прошлый раз смотрели фильм, где найдены были подтверждения. Большое количество людей, к моему удивлению, получили огромное ободрение через этот фильм. Почему я сказал, к моему удивлению? Потому что я как-то, и у многих людей, которые верят в Божье Слово, даже без подтверждений. Блаженно неверующие, увидевшие написано. И я не угоряю тех, кто всколыхнулся, обрадоваться, вере, посмотрев этот фильм. Это все хорошо. Но это место, место перехода евреев через Египет существовало всегда, правда? Евреи о нем знали. В прошлом фильме узнали, в прошлом раз, что Соломон в Эллате, на самом юге Израиля, на севере пролива Акабы, который называется Ефамом, там на карте, построил вверхе, где построил флот целый, торгово-военный. Евреи знают, где перешел Моисей с народом через Красное море. И в этом памятном месте, на одном берегу и на другом берегу Соломон поставил две большие колонны, памятные, которые свидетельствовали как маркеры о том месте, где совершилось Божье самое великое чудо в истории Израильского народа. Когда целая армия враждебного государства погибла, и после этого даже и не думал идти войной и преследовать евреев после такой катастрофы. Да? И Павел читает, мы в послании к Галатам, в четвертой главе, Павел говорит, что гора Синай находится где? В Аравии. Аравия отличается от Синайского хвоста немножко, правда? Аравия в Восточной находится. Имадьян, это вот где написано, реальная гора Синай, это вот и есть то место, где Моисеев получал заповеди от Бога Скрижалия. Нетрадиционная гора Синай, где нарисована, которая была там учреждена благодаря ведению императора Константина и его матери Еленой. Там построили монастырь Святой Екатерины, туда паломники съезжаются, они там кучу денег, конечно, несут, покупают сувениры, увозят с собой какие-то там камешки, что незаконно. В общем, все верят, что именно там гора Синай, но это противоречит Божьему Слову. Традиция человеческая противоречит Божьему Слову. Пользу чего мы должны выбирать? Пользу Божьего Слова. Потому что человеческая традиция разрушится, но Божье Слово будет стоять, правда? Так вот, для тех, кому нужна ненужная информация, сколько богов было в Египте и какие из них пали, хотите узнать? После исхода. Великое избавление Бога за своему народу, да? И он преследовал несколько целей. Уничтожить богов египетских, показать своему народу и Египту, кто бог. Прославить свое имя среди других народов, помимо Египта, правда? Намек вам дам на полях, прежде чем прочитаю вам список этих богов, и за что они отвечали конкретно. И как они сильно-сильно лжанулись. А просто волосились по-русски. Смотрите. Чего погаснуть? Ты же рассказываешь, что будет. Ну, что это? Так вот, я говорю, что все народы, окружающие, тоже знали об этом чуде. Это огромная сила, чудо. Оно просто так в углу не происходило, как говорит в другом месте в описании, правда? Помните, евреи, уже во главе не Моисея, а его ученика Иисуса Навина, пришли, подошли к Иерихону, и заранее высланы были туда разведчики, заглядатые. И они были спрятаны, некая женщина по имени Ра, которая была блудница, которая жила в стене Иерихона. И помните, она их укрыла, обманула власти города, что приходили евреи. Она не обманула, что они приходили, она сказала просто на ту сторону, куда они ушли. И помните, что она сказала этим вот шпионам израильским? Она говорит, наш город заперся на все засовы и сидит в ожидании осады. Почему? Потому что мы боимся вас. А почему мы боимся вас? Потому что мы слышали, что Бог сделал через вас, да, и для вас в Египте. Потом сделал это в Мадиаме, потом в Смоликитяном сражении было, потом был с Мавицкими царями на сражении. Как вы там в голову другая почти взяли и уничтожили просто хлам, да? Мы поэтому боимся, поэтому мы закрылись. Сколько лет ходили евреи по пустыне? 40 лет они ходили в пустыне. Чего себе, прогулку, да? Ну, я не буду говорить, почему? Вы сами знаете, почему так долго. Но это время зачем Бог еще использовал? Помимо того, чтобы наказать евреев за неверие в пустыне. За робот постоянный. Что он еще? Какую цель последовал Бог? Держа евреев в пустыне 40 лет. Это первая причина, по которой, которую я уже упомянул. Еще причина была. Чтобы мы на языке народа узнали. Он дал шанс еще один, хананеян. Поэтому, когда пришли евреи в землю хананскую, в свое будущее, израиль, да? Ирихон знал и заперся. Но одна женщина нашлась со всей своей семьей, которую Бог спас, благодаря тому, что она поверила. Да? Читаем список. Итак, Боги по очередности. Все десять казней. Нил превратился в кровь. Помните, да? Бога звали Хаби. Это Бог в виде быка. Кого сделали евреи под руководством Аарона, когда Моисей был на горе? Сделали Тельца. Он был Богом Нила. И также символом Нила была Изида, богина Нила. Был Кнум, бог Баран. Страшно Нила. Ну, кому в первой главе Римлянам написано, что если человек не поклоняется Богу, Бог предает человек привратному, человек вместо Творца начинает поклоняться всякому творению. Дальше. Вторая казнь была Жаба, да? Помните? Так вот, Хикет был, была богиня рождения новой жизни с головой Жабы. Класс. Ну, либо жества люди выбирали не самые красивые вещи, наверное. Машкара, третья казнь, отвечал за них Сет, бог пустыни, который в Вавилоне был известен как Вильзиевол. Баал-Зибуб. Ивал-Зибуб в переводе бог мух. Повелитель мух. Четвертая казнь. Там, пёси, мухи или, там, в Блохе. И вы не поверите, кто отвечал за этих мух. А пёсиев. Сам бог Ра. Бог Уотшит. Также представляемый в образе мухи. Дальше. Падёр скота. Пятая казнь. Был Хасор. Была Хасор, богиня с головой коровы. Был Апис. Тоже, который до этого докуменали хапи. Бог-бык. И всё это было образом плодородия. Люди поклонялись к плодородию. В язычном мире до сих пор поклонялись к плодородию. Воспаление, помните, на людях были. Язвы всякие. Шестая казнь. Как вот, была богиня Секмет, имеющая силу врачевания. Но, самое смешное стало в том, что главные волхвые целители при дворе у фрауна сами покрылись язвами. И ничего не могли сделать. И пришли к фрауну, такие все в язву. Говорят, это рука Божья, фраун. Имей в виду. Дальше. Град огненный, с молниями, да? Нут, богиня неба, и Осирис, бог урожая плодородия. Кстати, говоря об Осирисе, существовала легенда о его воскресении из мёртвых. И примерно на весенние праздники еврейской Пасхи праздновали возрождение жизни, новой весны, в Египте говорили, Осирис воскрес. И отвечали, воистину воскрес. И, кстати, символом воскресения Осириса, во время египетского празднования, праздника весны, был как раз кулич и двоица. Саранча. Название Ну. Богиня неба и Осирис, бог урожая плодородия, тоже был поражён. Через тьму. Ну, вы же знаете, кто был богом солнца. Да. Игор, один из богов солнца. Ну, богиня неба и Хасор, богиня неба. Смерть перворождённых. Был такой Мин, бог воспроизведения потомства и продолжения рода. Ихекет, богиня, посещающая женщин при родах. Иезида, богиня, покровительствующая детям, и первенец фараона, тоже считался богом. То есть, бог разделался, настоящий бог, разделался богами египетскими по порядку. Поразил все надежды, все области жизни египетской цивилизации, заставив их обратиться всё-таки к тому, кто это всё сделал, кто сильнее всего этого. Мы, напоследок, прочитаем с вами пятнадцатую главу книги «Исход». Поразил там, как бог совершает чудо для евреев. Исход шестнадцатая глава. Шестнадцатая, да. А, кстати говоря, я хочу поправить сам себя. Очень плохо, что вы меня не поправили. Я говорил про город Гайна, сам город Гавау. Вначале. Вы же не читаете Библию, почему вы меня не поправили? Ай-яй-яй. Вы что, спали? Верят. Верят. Не, нельзя так делать. Вы поправили, не стесняйтесь, потому что никакая глава он был, да, за кого он был с вашим сражался. Итак, пятнадцатая глава. Итак, сходится снова над главами, над колесницами египетских тысяч воинов, воды пролива Акаба, Красного моря. Евреи стоят на берегу, видят на берегу мёртвые тела египетских солдат, и начинается праздник. Пятнадцатая глава. Пою Господу, ибо он высоко превознёсся, коня и всадника его верну в море. Это такой припев. Господь крепость моя и слава моя, он был мне спасением, он Бог мой, и прославлю его, и Бог отца моего, и превознесу его. Господь муж брани, Господь ибе ему. Брани это сражение. Он неоднократно восстаёт в Верхнем Завете как воин, правда? И получает очень часто его имя, Саваоф, да, звание. Употребляют пророки. Исайя чаще всех. Саваоф в переводе на современный русский язык, что означает? Бог воинств. То есть полководец. Ну, Его, Господь, в принципе, да. Да, в тексте других переводов, там, их эвэхэлт, этот агроматон, он выделяется, и слово Господь стоит большими затонными буквами. Вот. То есть Егова и Миун, яйценсущий, да. Колесница фараона и войска его вернула в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница, то есть правая рука твоя, Господи, прославилась силою. Десница твоя, Господи, сразила врага. Величен славу твоей, ты не сложил восставших против тебя. Ты послал гнев твой, и он палил их, как солому. Помните, что встало между евреями и егитянами? Столк огненный. И для одних был ночью светом, для других был тьмой, и мраком, и страхом. Правда? Тоже классно. Один, тот же Бог дает жизнь, и тот же Бог поражает дороги, смерть. Дальше читаем. От дуновения твоего раступились воды, волны стали стеной, огустели пучины в сердце моря, как будто замерзли. Враг сказал, погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, в ножов меч мой, истребит их рука моя. Ты дунул духом твоим и покрыло их море, они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величествен с светостью, досточтим хвалами, творец чудес? Ты простер десницу твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью твоей народа, который ты избавил. Сопровождаешь силу твою в жилище святыни твоей. Услышали народы трепещу. Ужас объял жителей филистинских. Когда смутились князья домовых, трепет объял вождей на овецких, уныли все жители Ханаана. Напал на них трепет и страх. От величия мышцы твоей онемели они, как камень, когда проходил народ твой, Господи, когда проходил этот народ, который ты приобрел. Подчеркните себе слово «приобрел». В Писании говорит, по словам Петра, во-первых, что мы искуплены от суетной жизни, не серебром или золотом, а драгоценной кровью Христа. Павел говорит, или вы не знаете, что вы крупный дробой ценой, и вы не свои. Ты ввел его и насадил его на горе, на месте, которое ты сделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки твои, Владыка. Слушайте, это еще не произошло. Песня Моисея, которая здесь записана, это ведь пророческая песня, говорящая о создании святилища, о святой Божьей горе, где будет стоять храм. Вначале, если вы помните, где получил откровение, когда Бог его призвал к царству, помните, сон он видел. Целый день переносил жертву Богу, как раз и под Гаваоном, где была поставлена старая, старая, ветхая, древняя скиня, которую еще и Моисей делал. Ее уже нельзя было переносить с места на место, потому что она просто разваливалась на части. И там богослужения не проходили, потому что уже невозможно было их пользоваться. Но эту скиню поставили как памятник для того, чтобы люди ходили и смотрели, что Бог сделал без своего народа много веков назад. Именно в этой скине во сне Бог является Сламону и дает ему вопрос, чего ты попросишь от меня, что ты хочешь от меня? И Сламон выбирает мудрость. Бог говорит, как не просил мне ни богатства, ни победы, ни благолетия, то я даю тебе все остальное вместе с мудростью, которую ты попросил, потому что это мне угодно. Интересно. Так вот этот Псалом, как, да, Моисея, говорит о том, чего еще нет. Но в каком времени стоят эти стихи о святилище? Еще раз смотрите внимательно. Ты ввел его куда? В землю, обетованную. И насадил его на горе настояния твоего, на месте, которое ты сделал жилищем себе, Господи. В освятилище, которое создали руки твои. Владыка, когда запустил, вернее, процесс переписи царь Давид, отец Сламона, помните, Бог разгневался и попустил губителю, ангелу с мечом, поразить тысячи и тысячи евреев. И Давиду открылось видение ангела, стоящего с простертым мечом, и он убоялся, и ангел остановился. И это уничтожение людей прекратилось. Где остановился ангел Божий с простертым мечом, с обнаженным, кто помнит? На какой горе? Это гора Сион, которая потом стала Сионом. Что случилось дальше на этой горе? Кто знает? Кто на ней вообще жил в этот момент? Горный евусянин. Горный евусянин, почему? Потому что евусеи владели этим местом. И город Иерусалим до того, как его назвали Иерусалимом, назывался Иевус. Хорошо. Что сделал Давид, когда увидел, что на этом месте остановилось поражение, и ангел он увидел, он боялся Бога и сказал, о-о-о, как близко смерть была. Что он сделал на этом месте? Он предложил этому орне выкупить холм. Там было гумно, на возвышенном месте, где веяли, да, и пробивали собранный урожай. Соломы от зерна отделяли. Горный согласился. Помните, что он предложил даже Давиду в жертву принести его животных на его дровах. Давид сказал ни за что на свете, не принесу Богу жертву, взятую даром. Я куплю у тебя животных, я куплю у тебя дрова, куплю у тебя землю, на которой будет этот жертвенник стоять, и куплю у тебя вообще целый холм. На этом холме он собирал строительные материалы, совозил туда, потому что и Бог не дал право строить храм, помните, да, Давиду. Потому что Давид был воин, окропивший свои руки в крови, испачкавшийся в крови своих врагов. Бог говорит, но твой сын будет человек мирный, он построит мне дом, да? Так вот, об этом месте, которое еще и время даже не принадлежит, куда они еще не пришли, Бог говорит через Моисея, я ввел вас туда и устроил свое святилищное горе, которую избрал. Господь будет царствовать вовеки и в вечность. Когда вошли кони фараона с колесницами его и ссадниками его в море, так Господь обратил на них воды морские, а сны Израилева прошли по суше среди моря. Письмо и сей заканчивается, начинает петь его старшая сестра, Мариами, та самая. И взяла Мариами пророчица, ого, она, оказывается, пророчица была. Интересно, что вот эта переписка насчет джихада, которую в начале, сестра говорит, но ведь Бог, ведь Он использует людей разных, разве Он их не спасет потом, если они исполняют ее волю. Я говорю, нужно разграничить, потому что все-таки пророков, даже которые были призваны Богом, при этом оступались и нарушали то, что Бог повелел, они потом были убиваемым. Помните, был пророк, который сказал, скажи пророчество и уходи назад, другим путем, не останавливайся ни у кого, никому здрасте, по дороге не говори. Ну и вот на дороге встретил другой, называющий себя пророком, говорит, зайди ко мне, мне Бог сказал, что ты придешь, и тебе и постель, и еду приготовил, зайди ко мне. Он говорит, нет, Богом не велено. Нет, мне Бог сказал тоже, ты же мне тоже, понимаешь, надо поверить, Бог сказал. Этот первый пророк, сказав пророчеству первое, пришел и совершил глупость большого и остался у человека этого, выдавшегося из-за пророка, и переночевал у него, и боял у него, потом на следующий день его встретил на пути лев и убил его, и стоял около него, и не ел. И пришел пророк, который обманул его, и говорит, ой, если человек Божий был, взял, похоронил его, в итоге вот такой, ой, и сделал какое-то такое событие. Понимаете, что Божьих людей даже Бог может убить за неповиновение. И то, что Бог кого-то когда-либо использовал, еще ничего не значит. Павел Апостол, Аббокс, он говорит в первой главе, апостоле Голоса, он говорит, для меня в известных когда-либо чем-либо нет ничего особенного. Имея в виду кого? Апостола в Иерусалиме. На кого замахнулся? Объясняю ситуацию. Вы это же послание Голоса, вы дальше читаете, что Павел, его домашняя церковь находилась, кто помнит название города, где люди стали называться христианами впервые? Антиохия. Молодцы! Был город Антиохия, в который собиралась большая довольно церковь, в основном языческая, и там служил Павел, Варнава, вот, люди и дети, дочери Варнава были пророчицами. И вы помните, как в этой, в Антиохии случился, очень, казус очень некрасивый, потому что Петр пришел в Антиохию посмотреть на то, что делается в этой церкви, которую Павел, апостол. Вы помните, придя в эту церковь, которая в большей части языческая, Петр со всеми кушал, общался, обнимался, вместе под одной крышей сидел и ел, спал с этими людьми, но пришли из Иерусалима вслед за Петром люди, послые от Якова, брата Господня, о котором было всегда в истории известно как иудействующим апостоле. Он не был среди двенадцати апостолов, он был младший брат Иисуса Христа, и он уверовал в своего старшего брата Иисуса только после его смерти и воскресения из мертвого. И мы читаем в 15 главе «Деяния» о том, как он разговаривает, Яков. Очень интересный стиль разговора, обратите внимание, «Деяния против 15 главы для себя» и прочтите, как говорит Петр и как говорит Яков после него в 15 главе «Деяния». Петр говорит, как человек-очевидец событий, который видел, слышал Христа, воскрешившего видел, да, как бы был в самом начале с ним. А Яков говорит, исключительно цитируя пророков, он ничего, потому что он не был очевидец. Он не был со Христом в самом начале. Так вот, пришли в Антиохию, вслед за Петром, люди, посланные Яковом, которые были известны своим иудаизмом, приверженностью традиции, у которого было прозвище «Иверблюжий колен». Нужно молиться исключительно на колене. Так вот, Петр, увидев посланных от Якова, таких же иудействующих как Яков. Стал, написано, отстраняться и делать вид, что он этих вот антиохийцев как бы якобы не знает. И написано, что лицемерить стал он. До этого обнимался, целовался, кушал вместе, спал в их домах, а тут пришли от Якова люди. И написано, что Петр стал уклоняться и лицемерить. Так что его лицемерием были увлечены и другие люди. Что сделал Павел? Он встает и говорит при всех Петру, ты говорит, чего делаешь? Если ты к язычнику пришел, введи себя с ними, как они, но не чужие. Я для всех сделался, как все, да? Приходят в культуру, в какую-то другую. Ты не культуру несешь, ты евангелие несешь. Правда? И говорит, хотя и для безбожников я сделался как бы как безбожник, как будто язычник, но ничего знакомого Христа. Он не стал язычником. Он просто иудейство, иудейские традиции не соблюдался в язычниках. Понимаете, да? Но это другая тема, она очень большая, я не буду еще больше ее трогать. Но факт в том, что бывшие когда-либо для меня важными или чем-то известными, Павел говорит, для меня нет ничего особенного. Если человек неправ, будь он трижды по 30 раз апостол, великий человек, пророк, евангелист и так далее, с которого люди толпами каялись, исцелялись и даже воскресались из мертвых, это ничего не значит, если в данный момент он поступает неправильно. Потому что не прошлые заслуги говорят о тебе, а то, что ты собой сейчас представляешь. Это очень важно помнить. Потому что есть люди, которые успокаиваются уже с совершенными прошлыми делами. Бог говорит о себе, свое имя какое? я есть суще. Павел говорит, я оставляю заднее, простираюсь вперед. Понимаете, какой смысл в том, чтобы нам жить ради Христа? Ну и что, что ты когда-либо сделал? Ну и что, что ты был крещен Духом Святым и в тот день ты говорил языками? А сейчас ты наполняешься Святым Духом? Потому что есть религиозная традиция, которая говорит, ты был крещен Духом Святым, а ты говоришь языками. И это определяет, имеешь ты Святого Духа или нет. Так вот мы ряем пророчица, называется, да? Ее песни здесь мы умеем читать. Мы узнаем впоследствии в Пятикнижии, как она себя будет вести в отношении к Моисею. И как ее Бог нахажет. Помните? Целую неделю она будет прокаженная. Почему она пророчица? Вот читаем, сейчас узнаем, о чем пророчица. Так вот я говорю о том, что пророки это не безгрешные люди, они тоже могут ошибаться. Вся моя тирада до этого, как раз было об этом. Просто логическая цепочка потеряла. Ну, я повторю логическую цепочку. Бог может использовать тебя, но это не означает, что ты будешь всегда прав и и что ты от этого стал святым. Благодарю за внимание. И взяла мариам пророчица страарного в руку свою, тимпан. А тимпан это очень громкий ударный инструмент. Тамбурин. Который он должен, мне надо подзвучивать, он так громко звучит, что все остальное заглушил. Взяла тимпан и вышли за ней все женщины с тимпанами и ликованием. Ликование это по-русски танцы. То есть это образы. Лик это танец. Это образ, который ты создаешь движениями. Поним? Ликование это танец. Выше с тимпанами танцевать, женщины, хоровод. И воспела мариам перед ними. Пойте Господу, и высоко превознес. Приводнес он коня и всадника его вернул в море. Она взяла первый стих из песни Моисея, своего брата, и сделала этот стих мальтмотивом и припевом в этой песне. Гритмичный. И повел Моисей... В принципе, вся эта песня в первом стихе и состоит. Читаем дальше. Кто еще когда-либо читает о песне Моисея дальше в Библии? Вы помните? Хотя бы еще одну. Ну-ка. Точно в откровении. В последней книге Библии мы читаем, что стоят 144 этих первенцев, стоят на стеклянном море с гуслями, и поют о ней песнь Моисея. И ради любопытства сравните в откровении песни Моисея и то, что здесь, в 15 главе исхода. Они чуть ли отличаются. Но смысл тот же самый. Что сделал для евреев Бог, проведяя через Красное море? Избавил, и врага погубил, и доказал, что он заботится, что он сессивный. Правда? Что в течение великой скорби в книге Откровениях Бог показывает, доказывает своему народу и всем остальным врагам? Для себя, просто для себя, если вам будет не трудно, книги Откровения. Запишите, обязательно откройте. Я чуть-чуть прочитаю из этого отрывка 12 глава Откровения. И явилось на небе великое знамение женщины, обреченная. Кто-то здесь очень быстро прибежал. Обратно бежал. Виктор, это Бениамин, да? Бениамин. Бениамин, да. О, наш человек. Наш человек. Так, смотрите. 12 глава Откровения. И явилось на небе великое знамение. Я немного, давай займу ваше время, пожалуйста, просто сосредоточьтесь. Женщина, обреченная в Солнце. Под ногами ее Луна. И на голове ее венец из 12 звезд. Классный образ. Очень красивый. Обреченный. Значит, вокруг Солнца, в ногах Луна, и на голове венок или венец из 12 звезд. Напоминает что-нибудь? Книгу «Бытия», кто читал вместе с нами, вы помните, один из снов, который снился Иосифу. Он говорит, я видел, как Солнце и Луна, и 12 звезд поклоняются мне. Он рассказал этот сон Якову своим отцу. Якову это толкование не очень понравилось. И сам Курсон тоже. Он сказал, неужели ты думаешь, что это возомнило себе? Что отец и мать и братец твои поклонятся себе? Причем к тому моменту, когда снится сон Иосифу, мать Иосифа уже мертва. Она умерла от природных пениаминов, помните? Снится сон Иосифу, он рассказывал его, Якову это не нравится, но истолковывает он его правильно. Понимает у него, что отец и мать это Солнце и Луна. 12 звезд, 12 братьев, которые тебе поклонятся. Что ты придумал? Как ты ему позволять такие вещи? Ну, сон есть сон, истолкование его верно. Итак, женщина в голове Луна, в голове Солнца под ногами Луна, в голове 12 звезд. Это что вообще? Кто эта женщина? Читаем дальше, чтобы догадаться. Она емела в очреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами, десятью рогами, и на головах его семь диадем. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверках на землю. Дракон этот стал перед женщиной, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее, младенца. И родила она младенца мужского пола, которому ближат пасти все народы жезлом железным. И восхищенное было дитя ее к Богу и престолу его. Это, вот, смотри, вчера в новостях, пошел светомузыкальный фестиваль в Москве. На здании Министерства обороны показывали историю России. Начиная с Рюриковича, заканчивая блокадой Ленинграда, что-то очень красивое такое зрелище. Голографические прожекторы, очень классные, с музыкой. Так вот это вот сейчас, то, что на небе видят Иоанн, это есть голографическое изображение истории Израиля. Женщина, голова, солнце, луна, звезд, это что? Это Израиль. Израиль беремен мальчиком, который должен родиться. Дорогого дьявола подходит, чтобы сплотить, пожрать младенца, как только он родится. Это что за история? Рождение кого? Да? Послал и убил там младенцев в раме уйдейскую, так что написано, что Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, потому что их уже нет. Да? Дальше. Что сделалось с ребенком? Оно было восхищено на небо и драконами. Не смог поглотить. Что пытались сделать со Христом всю его жизнь в служении? Несколько раз. Убить его. Но Иисус говорит, что никто не имеет власть в мою жизнь забрать. Я имею власть ее отдать, имею власть в новую принять. Такую заповедь я получил от Отца. Да? Да. И умирает он только тогда, когда на кресте он говорит, я отдаю тебе, Отче, свой дух. Не раньше. Поняли? Его убить нельзя было. Он сам отдавал свою жизнь. Это его власть. Его власть отдать жизнь и забрать ее назад. Дальше. Голографическая картинка продолжается. История Израиля. А с самого начала Христос. Вознесение Христа на небо. Смотрим историю Израиля дальше. А женщина убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Попа! А это сколько в казах еврейских? Три с половиной года. Три с половиной года – это 42 месяца по-ингрейскому предварю. Кто знает, что за три с половиной года, коротко скажите, пожалуйста, это вторая половина великой скорби. Семь лет в некий скорбь. Это вторая половина. С того момента, когда дьявол, Антихрист, садится в вирусоверенском храме, выдавая себя за Бога. С этого момента начинается страшное преследование иудеев, потому что отныне они вне закона, и они убегут в пустыню. И традиционно евреи в Иордании нынешней прятались в том месте, где в скалах высечены целые города, которые называются Петра. Посмотрите, погуглите название Петра, вы увидите в скалах, в оранжево-красных, целый город, где скрывались... Вот в пустыне иудейской в Петре будут укрываться евреи. Это женщина, Израиль, которая убегает на три с половиной года в пустыню от преследования дьявола. Смотрите дальше. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И несвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, и он не сдержан на землю, и ангелы его не сдержаны с ним». Не буду отсчивать дальше, потому что времени нет. Это о чем? Если история Израиля, она же в какой-то момент прерывается, правда? Когда прерывается? В 72-м году. В 70-й год император римский будущий, на тот момент генерал, вглавляющий армию римскую, Тит Веспесян, окружает город Иерусалим, они из лота поджигают храм, чтобы не достался никому, да? Город пал, римни не вошли, каждый камень перевернули, чтобы соскоблить золото, ничего не осталось, камня на камне, в точности, как Иисус сказал. И евреи рассеиваются по всей земле, и эту землю отныне римская власть запрещает называть Израилем, назвав ее землей христиан, по нынешнему Палестину, чтобы даже название изгладить. И Израиля как такового, как народа целостного, с языком, с религией, с храмом, с священством, с царями, нет до 1948 года. Понимаете? И тут история Израиля начинает продолжаться. И я вам просто рекомендую посмотреть. Пожалуйста, найдите документальный фильм, он сейчас часа полтора идет в интернете, о шестидневной войне. И там проводятся параллели с сегодняшним днем, когда со стороны сектора газа прилетают ракеты на израильскую территорию, на израильские города летят. Каким образом происходят божьи чудо? Потому что есть железный купол, но он, к сожалению, не сюда срабатывает. Так называемый железный купол противовоздушной обороны в Израиле. Таким образом, ракеты, которые должны... Они неуправляемые ракеты. У газа нет денег на то, чтобы создавать, или строить, или покупать управляемые ракеты, потому что они дорого стоят. Они просто тупо старого образца ракеты, запускают одну за другой, в сторону Израиля, знают точно, куда она должна упасть. И че свидетельствуются офицеры, в этом фильме тоже документально показаны, офицеры, воскопоставленные расчетами этого ПВО израильского командующего, они говорят, вот идет ракета, первый периметр, она прошла, купол не сработал, второй периметр, третий, все, конец, надо укрываться в убежище, потому что ракета упадет, и взорвется. В этот момент, пройдя третий периметр, она уклоняется, и летит вообще в место безлюдный, там падает, никого не убивая. И говорит, мы постоянно это видели, и видим. Но это блаженешательство, что, наверное, наше 67-го года, 73-го года война, да, божьи чудеса продолжаются. Вот в этой дальнейшей главе, в 12-й укровении, вы можете прочитать о том, что дракон пустил след жены реку, но земля помогла жене, поглотила эту реку, и жене были даны два крыла большого орла, и она была унесена в пустыню на три с половиной года. И там была питаема. Очень интересные параллели, видения вот эти все, да, и теперь очень будьте внимательны к тому, что сейчас ближайшее время будет происходить на Ближнем Востоке. В Багдаде организован конституционный военный совет. Вы знаете, кто в нем состоит? Россия, Ирак и Иран. Все, в общем-то, против исламского государства. Но Бенеми Нитаняху, примерно из Израиля, когда, позавчера, два дня назад, да, он прилетел на пару часов, чтобы переговорить с президентом Путиным насчет того, что присутствие российских самолетов с российским ПВО на территории Сирии, а Сирия, если кто знает географию, это следующее на север государство от Израиля. Тут же, буквально, это в расстоянии, ну, я не знаю, не пешего хода, ну, на машине может дойти, то нужно в Винополь смотреть из Дамаска на территорию Израиля. Вы понимаете, что, если вы читали пророчество, 37-38-39 глава Исекииля, там написано, что народ, живущий на краю севера, это все, что в севернее Израиля, это Сирия, это вам, пожалуйста, Персия, бывшая, нынешний Ирак, Иран, да, вот это все это государственное название, меняли, но территория осталась, в принципе, народу, те же самые. В общем, это все дело будет приведено в долину Израиля на последний бой, на последнюю битву. Причем Господь говорит, что я буду насильно вас туда притаскивать. 200 миллионов человек армии придет с Дальнего Востока по русскому высушенных рек, чтобы в этой вот самой огромной долине сразиться на территории Израиля против Антихриста. И написано, что и на ту, и на другую сторону воюющих, не спал с неба огонь и поразил всех, его убил, и жители страны твой хоронили умерших в течение семи месяцев. И вот сейчас мы смотрим на Думы и думаем, почему бы это в Багдаде союз России, Ирана и Ирака. Вот Иран недавно совсем, глава военного медовизбенноства Ирана, сказал очередную, очередную старую мысль, которую еще Хамени повторял, это после этого Ахмадин-Инджад повторял, теперь нынешний Руковод повторял, они говорят, наша цель это уничтожение Израиля. Батюшки мои, люди историю изучают, что ли? Уничтожить Израиль невозможно. Даже 2000 лет его не было в земле, он снова живет и цветет и приносит плод. Так ведь? Невозможно его уничтожить, потому что Бог говорит, это моя земля, если что. Вы на что пока что покушаетесь? Слышали про план дорожная карта. Согласно этому плану дорожной карты, Израиль должен лишаться поэтапно всех своих земель. Ему должна остаться коротенькая, такая узенькая полоска вдоль Средиземного моря, которая ничего, никакой преимущественно дает в любом моменте, можно просто всех скинуть в море. И эта фраза, скинуть евреев в море, звучит из уст Ирана и арабского мира постоянно. возвращаясь к тому, что мечеть была Москве открыта, угроза Ирана против Израиля. Что делает Россия там? Скажите мне. Я не политик. Но я читаю описание, и я знаю, чем закончится. Неужели так хорошо Бог спрятал это все от них всех, что положил на самом видном месте? И они не видят. Понимаете, что происходит? И все эти завороки, межнациональные, местные, локальные конфликты, все это подготовка к самому большому локальному конфликту, который втянет в себя все силы мира. И все это случится как раз на территории Израиля. У горы Кормил, где Илья противостоял тысячу с лишним пророков Вала и Астарты, где он победил, и вот в этой долине полягут миллионы, сотни миллионов людей. И это все не загорает. И вот праздник емкий пор, да, кровавая луна и так далее. Евреи, они ждут своего мессия. Ждут. А мы ждем? Вот я жду, честно. Ну, в силу своих обстоятельств, конечно, жду. Больше, чем когда-либо, наверное. Но я хочу, чтобы я правильно ждал. Не только по правильным причинам, а еще правильно себя, вот, с правильным поведением, с правильными поступками. с более ревностным служением, чем когда-либо. И мы ожидая прихода Христа, и не просто, и видимого прихода, его видимого не будет еще в ближайшие семь лет. Он будет невидимый. за церковью. Где встретиться с ним по Писанию церкви? На воздухе. На облаках. Вот. все в этом очень интересное. На самом деле, если собрать воедино, недаром открою у нас эту главу откровения, потому что параллель с исходом очень четко. Бог сделает великое избавление для своего народа еще раз. Только сделает это уже не водой Красного моря, а огнем с неба. И эти вот первенцы, 144 тысячи евреев, будут нагуслят петь песнь Моисея, потому что это второе подобное чудо, которое будет Бог делать для избавления своего народа от верной смерти. И повел Моисея израильтяна от Черного моря, они вступили в пустыню Сур, и шли они три дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в Меру, а Мера, если что, это горькая вода, и не могли пить воду в Мере, ибо она была горька, почему наречено этому место имя Мера? И возраптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Моисея возрапил Господу, Господи, что нам? ПИТЬ! Ну, такой ретранслятор получается такой. Народ орет, потом Моисей орет. То же самое к Богу. Ну, правильно делает, в принципе, потому что что им еще делать? Моисей возрапил Господу, и Господь показал ему дерево. Бог делает совершенно биологичную вещь, правда? Но он так классно их делает. В чем здесь дерево? Бог показал дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой. Так Бог дал народу устав, там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал, если ты будешь слушаться голоса Господа Бога твоего, и делать угодные подачами его, и внимать заповеди его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет. Я, Господь, Бог твой, целитель твой. И пришли в Елин, там было 12 источников воды, 70 финиковых деревьев и расположились там, так, в станном при водах. Одна маленькая ремарка. Вот в этом месте, о котором здесь написано, что они пришли в Елин, там до сих пор 12 колоссов. Финиковых деревьев чуть побольше, с того времени вырос, маленько. Вот, 12 колоссов на месте, то есть там видны, как бы, даже археологи копают постоянно, там все интересно, потому что находят свидетельство о пребывании огромного количества людей, евреев, в станном, которые из этих колоссов брали воду для себя, для своего скота. Теперь образ горькой воды. Не проходите, пожалуйста, мимо этого образа, потому что вода это образ людей в Писании. Море, река, да, вода, это образ людей, мир людей. И когда они приходят, да, если образно взять, нарисовать, то приходят они к воде, а пить ее нельзя. Горечь. Что делает Бог? Дерево бросаешь в эту воду и становится насладкой. Смотрите друг на друга, честно, просто, сами себе скажите, у вас есть в данный момент может быть тлеющий или вот незаконченный конфликт с людьми? Так что с этим человеком вам не очень приятно находиться рядом, вы мимо него постарайтесь пройти, даже если постараетесь, улыбаясь. Но вы не задерживайтесь, не обниметесь, вы не скажете, как дела и не выслушите. Ведь есть такие люди? Честно, скажите. Или нет? Теперь все в порядке. 100%. Что происходит? Вот это вот самая горькая вода, мера. Церковь, собрание Божье, может превратиться в горькую воду, в горькую лужу, в горькой воды. Потому что между людьми будет горечь и зависть и непрощение, и затянувшаяся обида и конфликт, долгоиграющий, тлеющий. Ты что заденешь моментально, снова разгорится, да? Что Богу Моисею показывает? Дерево. Образ интересный. Это крест Христа, который невозможное для питья, да, дрянь, вот, горькую, да, превращает в нечто сладкое, что дает жизнь. Выходом из этих горьких конфликтов только Христос может быть. Поэтому надо стараться, если вы знаете, что вот не все в порядке, да, между вами. Какие-то есть подозрения, какие-то подводные течения идут, вы знаете прекрасно, о чем я сейчас говорю. Есть между нами недосказанность, подозрения, какие-то такие вещи, о которых мы говорим другим. Это все имеет свойство накапливаться со временем. Эти вещи нельзя игнорировать. Потому что если они накапливаются, в итоге все как нарыв взорвется. Прежде чем это взорвалось, пока это не взорвалось, быстрее примеряйтесь. Пускай дерево упадет на ваши отношения, да, и пускай эта горечь превратится в сладость. Потому что через взаимное покаяние, через взаимную исповедь произойдет примирение и восстановление. А дерево это крест? Крест. Почему на дерево Бог показывает? Все это очень, очень не образно. Бог не просто там. Очень интересно как поступает Елисей, когда сыны пророческих в голодные годы взяли на содраке непонятных ягод и сварили себе похлёрку в котле. И потом стали пробовать «Елисей, человек божий, умираю, погибай, не помоги нам смерть в котле». Ядовитых ягод набрали. По-моему, и особенно по мнению моей жены Юли, нельзя даже консервам доверять, которых может быть ужасный мотулизм. Хотя там все продинсифицировали, стерилизовали. Но представьте себе, тут вот ядовитая похлёбка полная, полный котёл. Что сделал бы обычный человек? Вылет, перевернуть, пнуть, чтобы растеклось и новую кашу сварить из чего-нибудь. Что делает Елисей, кто знает? Он берёт муку, всыпает её в этот котёл, перемешивает, говорит, ешьте. И они едят, насыщаются, всё в порядке. Никто не умер. Она даже не горькая была в итоге. Это образ чего? Что делает Христос? Вот легче было бы взять всю мою жизнь, который бы ядовитый котёл, да? Сказать, ааа, не получилось. Всё, неудавшийся эксперимент. До свидания. Иди в ад. Ну, это, в принципе, мы все заслужили. Да? Что делает Господь? Он берёт, говорит, ну да, что это с тобой здесь делать? И всыпает в тебя здоровую муку, что-то хорошее в тебя всыпает. Делает это постоянно. И это хорошее, которое в тебя Бог вкладывает, оно поглощает всё зло и весь яд, нейтрализует, так что ты теперь превращаешься не в котёл с ядовитой кашей, превращаясь в то, из чего могут есть голодные, насыщаться, и ты можешь приносить добро. Что делает Бог? Он не уничтожает твою жизнь, не убивает тебя за то, что ты сделал, а вливает в тебя добро. Благость Божия, доброта Божия к чему ведёт? К покаянию. Бог имеет дело с тем, что есть. Он берёт человека, погибшего, больного, грязного, вонючего, мерзкого, в грехах всего, он берёт, исцеляет его, терпеливо его, залечивает, в течение многих лет, годами, десятилетиями, в итоге человек в какой-то момент полностью исцеляется внутри, говорит, батюшки, а я-то люблю людей теперь, я чувствую, переживаю, какое-то обновление, мне что-то хочется сделать доброе для людей, не могу больше обижаться, хочу обидеться, удивляюсь сам себе, не могу. Ну, бывает. Говорит, надо, это просто отходчиво, это чисто природно, это мама тебе молчила. Ну, нет, ну, нет, ну, это Бог меняет, а Бог меняет, он берет, всыпает в тебя муку, добро, не опрокидывает тебя, не раскалывает тебя на части. Вот. Такое, это удивительная вещь, а с этой водой, горькой, да, образа дерева, падающего в воду, и вода делается, очень пригодная для питья. Давайте благодарить Бога за то, что именно так делает, не по-другому. Льна курящегося не угасит, и трость на влобленный бельон. Да? Давайте встанем молиться. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.